Сегодня поговорим, естественно, о чем еще стоит сегодня говорить, естественно, об итогах саммита мира. Какой результат? Какой вот сухой остаток? Вот завершился саммит мира. Мы знаем все, наверняка, ну практически все из вас знают, что из себя представляет коммуникей итоговая. Кто был, что был. Тем не менее, какие-то вещи давайте вспомним и попробуем подвести итоги. Какой главный итог саммита? На мой взгляд, один из самых главных итогов – это ясность. Ясность – это тот результат, который возник практически по позиции каждого государства в отношении этой войны. Вот смотрите, буквально несколько цифр, которые я просто хочу напомнить. В мире 193 государства, ну это считают те, кто является членом Организации Объединенных Наций, из них 160 получили приглашение. Приехали 92 государства, представители государства, проголосовали за резолюцию 80. Вот такая арифметика – это, в общем, ну то, что называется такая вот, я бы сказал, геополитическая социология. То есть ясность. В отношении каждого государства, в отношении позиции каждого государства возникла ясность. Итоговый документ. Поддержали 80 стран из 92, которые приехали. От подписи воздержались, что тоже позиция Армения, Бахрейн, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд и Южноафриканская Республика. Ну и Бразилия и Ватикан, которые были в качестве наблюдателей. Маленькое, что называется, хозяйки на заметку подписали Словакия и Венгрия. Ну, помимо, естественно, то есть на самом деле уже сегодня можно сказать, что есть ядро поддержки Украины. Это не только страны НАТО, но и в целом общее количество, включая страны НАТО, еще и многие другие страны, потому что количество участников переговоров в Рамштайне, то есть это военная помощь Украине, 55. Ну, продолжаем вот такую вот геополитическую социологию. 55 стран – это те, кто оказывают Украине военную помощь. 55. Много. Значит, теперь, что касается самих итогов конкретных, имеется в виду по Коммунике. Значит, формула мира, которая была принята и подписана 80 странами, по сравнению с формулой мира Владимира Зеленского уменьшилась более чем втрое. То есть из 10 пунктов Зеленского осталось 3. Это то, что украинские атомные станции, в том числе Запорожские, должны работать под контролем Украины. Недопустима любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине. Ну, в общем, пункт, на мой взгляд, довольно корявый, потому что непонятно, почему только в отношении, в контексте войны с Украиной. Вот, ну, не будем придираться. Значит, дальше продовольственная безопасность, необходимость свободы судоходства, полный обмен пленными, всех на всех, значит, и возврат незаконно украденных детей. Значит, фактически, ну, вот теперь вопрос, почему из 10 пунктов Зеленского в коммунике только 3? Почему не было самых главных? Выводы войск, выплаты репараций, выдачи военных преступников, то есть то, что является основой мирного плана Зеленского. Я вчера, когда подводил итоги недели на канале Сотовижн и на нашем канале, говорил уже причину того, почему так получилось. Тем не менее, вопросы остаются, они задаются, поэтому повторюсь. Есть знаменитый, один из основных законов формальной логики, это закон обратного соотношения объема и содержания понятия. Чем больше объем понятия, то есть тем, чем больше объектов, которые внутри, предметов, которые внутри этого понятия, единиц, которые внутри этого понятия содержатся, чем больше это понятие охватывает элементов, тем более скудным становится содержание. Как только мы расширяем содержание, более-менее понятно. На примерах я и вчера демонстрировал, как это работает. Это общеизвестный закон, его, я думаю, еще раз разжевывать не стоит. И здесь точно так же работает и в политике. Чем более содержателен текст резолюции, тем меньше страны ее подпишут. То есть, очевидно, что если бы в чистом виде план Зеленского 10 пунктов, я думаю, что, ну, не знаю, может быть, поддержали бы члены НАТО. И то не все. То есть, вопрос, конечно, понятный, что Владимир Зеленский, который, безусловно, являлся мотором, главным организатором, мотором и фактически главным бенефициаром этой конференции, он выбрал вот такую политику. Что называется, лучше меньше, да больше. Вот. То есть, вот таким вот образом. То есть, меньше пунктов, меньше содержания, но больше подписантов. То есть, задача заключалась в том, чтобы перетянуть на себя половину мира. Ну, а если считать по количеству, то, в общем-то, получается, что и по количеству населения, то, может быть, и по участникам этой конференции, то там получается и большая часть планеты. Ну, если брать подписанта, то Индия не подписалась. В общем, короче говоря, половину, будем считать, что половина планеты поддержала мирные инициативы Украины. Это, безусловно, победа украинской дипломатии. Вот. Теперь давайте проанализируем, ну, а что в результате? Значит, в результате мы видим, что в итоге. Ну, вот закончилось, да, получили результат. Победа, здорово, дипломатическая победа. Очевидно. Дальше что? Какое это имеет отношение к завершению войны? Действительно ли это конференция, конференция, это был саммит мира, который проторил дорогу к миру? Давайте размышлять. Значит, существует два сценария окончания войны. Военный, то есть полная победа, полный разгром одной стороны. И дипломатический, то есть когда договариваются политики, когда договариваются дипломаты. Очевидно, что на сегодняшний момент на поле боя сейчас есть невозможность победы одной стороны над другой. Потому что Россия пытается наступать, и есть какое-то ползучее наступление, но без особых успехов там кто-то посчитал, что если таким образом Россия будет продолжать свое наступление, ей потребуется там что-то, по-моему, посчитали более 150 лет для того, чтобы дойти до Киева. Ну, в общем, вот такие подсчеты. Понятно, что это такая достаточно наивная арифметика, но тем не менее. Понятно, что никаких шансов военной победы нет, вот на сегодняшний момент нет ни одной стороны. Ну, правда, так сказать, более интенсивная поставка западной помощи создают какие-то возможности для победы Украины. Ну, как в таких случаях говорят, но это не точно, потому что какого-то перелома и в вопросах поставок и в вопросах объемов тоже не предусматривается. Западной помощи достаточно точно для того, чтобы Украина могла активно обороняться, но явно недостаточно для того, чтобы Украина победила. Значит, дальше возникает вопрос. Ну, вот, очень многие высказывали, что, значит, дальше начнется, будет второй саммит мира. И Владимир Зеленский сказал, что подготовка этого саммита займет не годы, а месяцы. И на второй саммит мира должно быть приглашена Россия. То есть, это вот тот самый дипломатический путь. Ну, надо сказать, что я могу высказать свое мнение. Оно, там, я не знаю, так сказать, кем-то может быть признано глубоко ошибочным. Но я думаю, что участие, расчетов на участие России на втором саммите мира, где бы он ни состоялся, как бы он ни был организован, я считаю, что чрезвычайно мало. Путин готов воевать дальше. Его, так называемые, мирные предложения, которые были озвучены накануне саммита мира, доказывают, что, ну, это, по сути дела, блеф. Это требование к капитуляции Украины. Никакого, ни малейшего отношения к готовности к переговорам, в данном случае, Путин не проявляет и не проявит. То есть, на сегодняшний момент военный путь к миру, это единственный, который реально как-то смотрится. Ну, и он тоже, в общем, выглядит достаточно пунктивно. Потому что ни одна из сторон, мы сейчас говорим, естественно, об Украине, пока вот реальных шансов на победу в обозримый период нет. Значит, естественно, заявления Путина накануне конференции очень сильно помогли. Прежде всего, помогли Зеленскому, потому что они обозначили то, что никаких шансов на переговоры с Путиным быть не может. То есть, на самом деле, они, заявления Путина, разоружили полностью сторонников, каких-то скрытых сторонников Путина, которые могли присутствовать и на этой конференции. Теперь, еще раз, давайте посмотрим на перспективы после окончания саммита. Второй саммит с участием России. С моей точки зрения, крайне маловероятный. Что реально дал саммит? С моей точки зрения, это очень большой успех украинской дипломатии. Это очень успешная работа с общественным мнением. Понимаете, общественное мнение, в том числе международное общественное мнение, оно имеет такую особенность. Вот оно есть, как-то, как, так сказать, скрыто, неизвестное. Но вот когда есть опрос общественного мнения, а в данном случае этот саммит был таким всепланетным геополитическим социологическим исследованием, когда проявилось, что вот 80 стран подписали эту резолюцию. И это очень важно, потому что это означает, что теперь есть задача, успех дипломатии, конвертировать в военный успех. Больше оружия. То есть стало очевидно, что военный успех, это на сегодняшний момент единственный, который просматривается. Значит, Украине надо давать больше оружия. То есть я думаю, что понимание этого, оно сейчас присутствует и у Соединенных Штатов Америки, и у стран-членов НАТО, и у других стран, которые участвуют в саммитах по формуле Рамштейна. Значит, теперь я хотел бы буквально два слова сказать о том, что называется значимость саммита. Потому что иногда складывается такое, есть две прямо противоположные позиции. Одна, значит, запальчиво-апплимистическая, когда саммит мира это чуть ли не самое главное событие этого года, и вообще всего прошедшего периода. И вторая пессимистическая. Ну, говорили, что там не имеет никакого значения. Я думаю, что и та, и другая позиция является ошибочной. Вот я попробую составить свой для себя, вот как я вижу, личный рейтинг событий, которые происходили за последнее время. Я думаю, что номер по весовому коэффициенту, по тому воздействию, которое это событие оказало на ситуацию на фронте, на войну, на приближение мира, это снятие запрета на удары по российской территории. Вот это событие я бы поставил на первое место, придав ему самый большой весовой коэффициент. Событие номер два, это заявление недавнего саммита Ж-7. То есть, вот то, что Путин отреагировал таким образом на, так сказать, вот его вот это вот ультиматум, который он выдал накануне саммита, мне кажется, что это была в значительной степени реакция на заявление Ж-7, которые заявили о том, что 50 миллиардов долларов будут выделяться Украине под российские активы, ну, имеется в виду кредит, погашение за счет этих денег и так далее. Вот это было достаточно серьезно. Здесь же можно сказать по весовому коэффициенту, по событиям, это решение Минфины Соединенных Штатов Америки, которые, значит, удары по Мосбирже. То, что это был действительно серьезный удар, видимо, вот, буквально в последний день прошлой недели уходящей, будний день, вернее, виноват, в субботу мы беседовали с Игорем Владимировичем Липсицем, и он подробно рассказал о том, какие последствия для российской экономики, для российских финансов этот удар Министерство финансов США нанес. То есть, это, я бы это поставил на третье место. Вот это решение Минфина США. Я думаю, что, ну, здесь же примерно в этом же ряду, это выделение 61 миллиарда долларов, это решение Конгресса Соединенных Штатов Америки. Боевые самолеты, которые явно сейчас уже будут выделяться, причем с сопровождением, они будут выделяться с обучением пилотов, и это тоже, это вот решение, но мне кажется, тоже стоит впереди саммита по значимости. Ну и таким образом, решение, сам саммит в моей табеле о рангах, подчеркиваю, никому ее не навязываю, просто делюсь своими соображениями. Сам саммит мира в Швейцарии, по моим ощущениям, по значимости, он входит в пятерку самых главных событий этого года. Ну, всех тех, которые прежде всего касаются Украины. А это действительно самые главные события. То есть, все-таки, снятие запрета номер один, решение Большой Семерки о выделении кредита, здесь же выделение, значит, безвозмездной помощи, это Конгресс США 61 миллиард долларов, здесь же впереди, мне кажется, что все-таки решение Минфина Соединенных Штатов Америки, боевые самолеты, ну и, наконец, саммит мира. Вполне достойное место в пятерке самых главных событий. Теперь главная задача этот успех развить. Вот, на этом я хочу перейти сейчас к ответам на ваши вопросы. Там есть тоже очень такие, как мне кажется, значимые вопросы, но перед этим я хочу предупредить, что сегодня понедельник, и, значит, у нас в 20.00 Сергей Марадж-Грабский. Я думаю, что этот разговор стоит послушать. Итак, перехожу к ответам на ваши вопросы. Ирина. Какова вероятность открытия второго фронта на Балтийские страны? Всегда, когда, уважаемая Ирина, всегда, когда мы говорим о каких-то событиях, которые зависят от того, что происходит между ушами Владимира Путина, всегда надо сделать скидку на вот то, на некоторый, не очень хорошо известный нам уровень безумия. Значит, удар по Балтийским странам не является физическим самоубийством Путина. Поэтому, в отличие от ядерной войны, которой, я думаю, что вероятность ее близка к нулю, открытие второго фронта на Балтийские страны все-таки не равна. Вероятность есть, но она небольшая, потому что я не очень понимаю, сколько войск, я не очень понимаю, где у Путина прячется вторая армия. То есть, запасная армия, которую он может использовать. Да, безусловно, российская армия, если она целиком будет брошена на Балтийские страны, она может натворить бед. Но я не очень понимаю, что это даст Путину, потому что, естественно, в этом случае будет ответный удар, в этом случае будет серьезное, тяжелое поражение российских войск. То есть, я думаю, что вероятность крайне-крайне невелика. Но, в отличие от ядерной войны, она, мне кажется, не равна нулю. Николай задает вопрос, очень такой эмоциональный. Постоянно спорю со старшим братом, уперся он в социализм и своего Платошкина. Он меня убеждает, что вокруг капиталисты это плохо, из-за них все проблемы. Я же говорю, что в СССР и в России никакого социализма не было и нет, было только в Ростов прямо и косвенно. А когда заходит речь про Сталина, то он вообще как сам не свой. Я объяснял ему со всех сторон, и даже говорил слова Георгия Жанова, послушал и опять на своем. Как объяснить человеку, что Платошкин не историк и несет полную чушь? Ну, давайте... Ну, во-первых, я бы, уважаемый Николай, сразу отметил, что вполне возможно, все, что я говорю, будет бесполезно. Я не уверен в том, что вот человека, который, вот упор этого сталиниста, судя по всему, ваш старший брат именно таков, что его можно убедить какими-то словами. Вполне возможно, что мы имеем дело с таким замкнутым, тупиковым сознанием, которое не прошибешь никакими аргументами. Ну, давайте так, вот если все-таки говорить, что такое Платошкин как историк. Он, конечно, как историк, абсолютный жулик, человек, который просто искажает факты. Вот я в свое время, когда возникло вот это явление Платошкина, это было явление, потому что он был очень популярен, потом он был гоним, значит, его и Amnesty International, и, не помню, кто, кажется, ну, какие-то очень такие видные правозащитники его признавали политическим заключенным и узником совести, когда его посадили. И поэтому было очень много вопросов, и я, естественно, стал интересоваться. Я посмотрел его диссертацию, и работы, которые я потратил время, прочитал то, что он писал, то, что является его вкладом, так сказать, в историческую науку. У него была там работа под названием «Весна и осень чехословатского социализма». Это то, благодаря чему Платошкин получил, так сказать, степень ученую, и это то, что его характеризует как историк. Значит, он там делает вывод, что... Это я просто говорю о том, какой он историк. Я сейчас не говорю о симпатиях, антипатиях. Это неважно, какой он историк. Историк он нулевой, даже скорее отрицательный. Он создатель исторических мифов. Вот он пишет о том, что экономические реформы Дубчика, они довели Чехословакию до грани дефолта. И, значит, он доказывает, что реформы Пражской весны привели страну к экономическому кризису. Значит, утверждают, что Советский Союз, вот это вот чистая ложь, что Советский Союз не был настроен против этих реформ и не оказывал на них никакого воздействия. Ложь абсолютная, доказуемая ложь. Значит, то есть, что Советский Союз, пишет Платошкин, рассматривал эти реформы как внутреннее дело Чехословакии, а военное вмешательство было исключительно только с угрозой переориентации на Западный Блок. Это абсолютная ложь. Потому что проекты Дубчика, то, что называется построение социализма с человеческим лицом, сразу же, тут же, то есть, то, что он предлагал, это освобождение жертв политических репрессий, создание политического плюрализма и так далее, тут же вызвали реакцию советской власти, тут же, так сказать, и Андропов там возбудился, и, в общем, короче говоря, именно реакция была не на то, что реформы Дубчика могут каким-то образом привести Чехословакию в Западный Блок. Нет, никоим образом. Там было подчеркнуто уважительно по отношению к Советскому Союзу, никаких тенденций не было в эту сторону. Но основная претензия была то, что именно внутри Чехословакии происходит изменение и, так сказать, гибнет социализм. Ну, примерно так. То есть, я помню, как раз в то время, когда я изучал эту тему, я столкнулся именно с тем, что интересовали, как раз вопреки вранью Платушкина, интересовало советское руководство именно внутренние изменения в Чехословакии. Так что это вранье. Ну, а как политик, что я могу сказать? Он сразу же, еще в феврале 2014 года, предлагал разорвать отношения с Украиной, не признавать фашистский режим, как он выражался. Он сразу поддержал аннексию Крыма. Ну, и плюс к этому, да, действительно, он считает Ленина самым человечным и выдающимся государственным деятелем мира. Ну, просто, я не знаю, возьмите, просто прочитайте цитаты. Ведь Владимир Ильич много писал. У него есть огромное количество, значит, текстов, где он постоянно призывает расстреливать, вешать, расстреливать, вешать. Там все его, эти 55 томов собраний сочинений Владимира Ильича, они просто разбухли от крови. То есть, там постоянное требование. Самый человечный. Ну, прочитайте выписки, найдите. В интернете очень легко, я думаю, что очень легко вы найдете. Забейте в поисковик, значит, Ленин расстрелять, расстрелять. И вам вывалится огромное количество реальных, подтвержденных цитат. Поэтому, ну, вот какой самый человечный. Ну, и насчет Сталина, здесь, я думаю, что если человек поддерживает и любит Сталина, то это не лечится. А в остальном можно разговаривать. Вдруг получится. Надежды у меня немного, но, вот, что называется, чем мог. Так. Максимус, максимус суператор. Значит, да, вот это вот попытка еще раз вернуться к вопросу, который в пятницу, да, в пятницу задавал Марат, который меня обвинил в том, что я поддерживаю обманщиков. Когда я позитивно отнесся к вот этой, к этой акции сбору денег в поддержку политических заключенных. Значит, основной основной вопрос был в связи с тем, что каким образом эти деньги попадут в адресату. Каким образом они попадут тем людям, которые собираются покинуть страну. Тем людям, которые находятся под угрозой. Каким образом эти деньги можно будет передать адвокатам для того, чтобы то есть, ну, в общем, короче говоря, как это сделать. А если российские деньги невозможно собирать, потому, по понятным причинам, потому, что это опасно. Каким образом вот деньги, которые находятся на счетах у людей, можно переслать в Россию. Отвечаю, уважаемые коллеги, и Марат, и все остальные, кто этим интересуется. Значит, я просто, ну, так получилось, что сразу же после того, как я был вынужден покинуть Россию, сразу же после того, как меня признали инагентам, экстремистам, террористам, и так далее, у меня тут же были ликвидированы все российские рублевые счета. У меня сейчас, что называется, ни одного рублевого счета, ни одной копейки, ну, в смысле, копейки там наверняка остались, но рублевых счетов у меня нет. Вот. Я лишился, как уже несколько раз я говорил, лишился пенсии, то есть, рублей у меня нет. но тем не менее, я продолжаю помогать людям, которые находятся в России. Ну, есть определенные, есть, во-первых, близкие мне люди, которым я продолжаю помогать, у которых есть только рублевые счета. Каким образом это делается? Это делается с помощью крипты. Вот и все. Сам, я сразу могу сказать, что вот это то, чем мы занимаемся. То есть, я, и не только я, мы успешно переводим деньги на рублевые счета в России с помощью криптовалюты. Это реально делать. Значит, я сам, как вам уже неоднократно докладывал, человек, такой пожилой совок, поэтому, как это делать, я не знаю, но делают добрые люди. Вот. Поэтому это, в принципе, распространенная практика. Так что, было бы желание переправить деньги адресату, причем, в достаточной степени анонимно можно. Так что, вот таким вот образом, я так думаю, что организаторы этой акции, они делают именно таким же точно образом. Влад. Влад задает вопрос. Историк Андрей Зурин высказал мысль, что идеологию стоит понимать не как некий набор тезисов или символов веры, а скорее как то, что объясняет человеку, почему он чувствует то, что чувствует. То есть, русская идеология это то, что объясняет рессентимент русского общества к Украине и Западу. Такая идеология не должна быть стройной, отдельные ее части даже могут противоречить друг другу. Главное, чтобы она объясняла это чувство обиды. Интересно ваше мнение. И второй вопрос могли бы вы пригласить Андрея Зорина для беседы. Ну, что касается второго вопроса, я его не знаю, поинтересуюсь, если это интересный человек, интересный собеседник, то естественно приглашу. Спасибо за напоминание. Ну, спасибо, что называется, за новую информацию. А теперь, что касается главного вопроса. Значит, то, что вот он понимает, вот этот автор понимает идеологию, как то, что объясняет человеку, что он чувствует и объясняет это чувство обида. Уважаемый Влад, я должен вам сказать, что с такой трактовкой идеологии я, конечно, не согласен. Понимаете, это не идеология получается, это то, что вы сейчас описали, это психотерапия, это клиническая психология. Именно специалисты этого рода, именно эта наука и эта практика, то есть наука, клиническая психология, практика, психотерапия позволяет объяснить человеку то, что он чувствует, почему он чувствует и в какой-то степени решает проблемы с чувством обиды. Это психотерапевты, это клинические психологи, никакого отношения к идеологии это все не имеет. Вот в данном случае расширительное понимание идеологии приводит к тому, что приведет, если так делать, я не против, давайте назовем идеологией сапоги в смятку, давайте, так сказать, вот там, я не знаю, мусорное ведро назовем идеологией, скажем, но это таким образом расширить, давайте идеологией назовем физику, химию, там и так далее, математику, но в этом случае понятие расплывается и становится нерабочим, ну, всегда, да, очень неприятно, бывают споры о словах, но это то, без чего не обойдешься, и поэтому, если мы расширяем понятие идеологии, включая в себя то, что вы, уважаемый Влад, или там, историк Андрей Зорин называет идеологией, то это понятие теряет смысл, понимаете, вообще теряет, то есть, всегда есть оптимальное, оптимальное какое-то значение, вот, слов, иначе, иначе мы, так сказать, под идеологией будем понимать и психиатров, и психиатрию, и там, я не знаю, так сказать, какие-то другие сферы знаний, и сферы общественного сознания, это не рабочая вещь, это не работающая, это путь у никуда, так, вот вопрос от Ильи, Илья задает вопрос, о важности коннотации, фашизм, нацизм, шовинизм, и так далее, имеет ярко выраженную негативную коннотацию, империя и имперскость не имеют в массовом сознании какого-то отрицательного значения, на ваш взгляд, это важно, как сделать так, и возможно ли это, чтобы имперец был равен, например, тому же фашисту или нацисту, уважаемый Илья, вот, я, прежде чем дать свое мнение на этот счет, хотел бы вместе с вами, уважаемый Илья, вместе с остальными теми, кому это интересно, поразмышлять, подумать вместе, ну, давайте так, империя, это, ну, если грубо, без, так сказать, не расплываясь, то это государство с двумя характеристиками, это экспансия и жесткая вертикаль, вертикаль власти внутри, то есть, экспансия вовне и жесткая вертикаль власти внутри, и у меня сразу несколько вопросов, сначала, а потом мы с вами подумаем, надо ли приравнивать, делать, навешивать на имперского, для меня это негативная коннотация, но является ли, надо ли приравнивать и делать такую же, уравнивать имперство и фашизм, ну, смотрите, понятно, что то, что то имперство, которое приводит к войне в Украине, да, действительно, это фашизм, совершенно очевидно, но равен ли вот этот русский фашизм имперству, вот давайте поразмышляем, вот смотрите, является ли имперством желание сохранить, например, Россию в границах 1991 года, или являлось ли имперством нежелание распада России, распада виноват, Советского Союза, я знаю многих людей, которые считают до сих пор, что распад Советского Союза был ошибкой, ну, например, Григорий Алексеевич Явлинский, я к нему, ну, мое отношение к Григорию Алексеевичу хорошо известно вам, я к нему отношусь плохо, но называть его фашистом, ну, с моей точки зрения это будет перебор, это такое же обесценивание термина, как и вот в предыдущем нашем вопросе, значит, является ли имперством желание сохранить Россию в границах 1991 года, в какой-то степени да, но тогда у нас имперцами оказываются очень многие люди, и имперцами, и приравнивая имперство к фашизму, я думаю, что мы здесь, мы просто расширим количество фашистов до такого размера, что сам этот произойдет прямо противоположная вещь, вы хотите так сказать, негативную коннотацию распространить на понятие имперства, а в результате вы просто снимете эту негативную коннотацию с понятием фашизм, обесцените понятие фашизм, сделайте его настолько расплывчатым, что туда попадут люди, с которыми в одной компании, в общем-то, оказаться будет не очень стыдно, потому что, ну давайте по пути, так сказать, понижения, да, латыни наносить имперство, да, безусловно, можно ли называть латынину нацистской и фашистской, я бы воздержался, я бы не стал, я считаю, что это будет очень сильное, так сказать, понижение, как раз негативной коннотации самого термина нацизм и фашизм. Михаил Борисович Ходорковский, является ли он носителем имперства? Да, в какой-то степени является его, целый ряд его заявлений свидетельствуют о том, что он в какой-то степени является носителем имперских взглядов. Можно ли на этом основании приравнивать Михаила Борисовича Ходорковского к нацизму и фашизму? Думаю, что я точно не согласен и более того, это будет большой подарок тому же Путину, потому что в данном случае, приравнивая Михаила Борисовича Ходорковского и Латынину к Путину, мы, который явно является тоже носителем имперства, мы делаем огромный комплимент как раз Путину, мы его вытягиваем на уровень на уровень Ходорковского. Ну, давайте так, еще раз, равен ли Путин Латыниной и Михаила Борисовича Ходорковского? С моей точки зрения, нет. То есть, на самом деле, получается вот такая вот штука. Давайте посмотрим на фигуры прошлого. Является ли Пушкин имперцем? Да, безусловно. Является ли Достоевский имперским? О да, еще каким. Они, безусловно, имперцы. Ну, дальше что? И нам теперь их назвать фашистами? Ну, понимаете, это будет огромный комплимент фашистам. Поэтому, я думаю, что для того, чтобы осуждать имперство сегодня, вполне достаточно того, той негативной коннотации, связанной с этим словом, которые есть сейчас. А сгущать эту коннотацию, повышать градус неприязни отторжения к имперству до уровня неприязни отторжения к фашизму и нацизму, я считаю, неправильно. То есть, все должны стоять на своей ступеньке. И отношения должны быть разные. При всем моем личном неприятии имперства. то, что в каком-то случае, безусловно, имперство является составной частью фашизма, бесспорно. То, что имперство может быть дорогой, ведущей к фашизму, бесспорно. Но то, что не каждый имперец идет этой дорогой и доходит по ней до станции фашизма, это тоже, с моей точки зрения, бесспорно. Поэтому, уважаемый Илья, думаю, что ваша идея, я ее точно не буду поддерживать. Антон. Значит, у Антона очень длинный вопрос, но надо, я его зачитаю. Вы дали, по поводу предателей, значит, хотелось бы, чтобы вы дали свою оценку на ходу такой мысли. Предатель это символ, который дает субъективную оценку одного к персоне другого. Ну, немножко коряво, но ладно, более-менее понятно, о чем идет речь. Именно субъективную, в основном основанную на чувствах анингоговоренности. И когда это чувство возникает, да, не без прилагаемого толчка разъяснениями, у многих тогда это предатель публичный, народный. Так как эта оценка субъективная, то и объяснение предательства не по контракту, а скорее чувство облеченное в символизм слов и смысла. Например, с вашего позволения небольшая, я так понимаю, аналогия, видимо, по теме просто написано не то слово, по теме высказывания Зеленского. Тезис. Он предал израильтян, симпатизирующих ему. Он предал их веру в него, как в нового лидера Европы, умеющего отделять хороших от плоти. И добавка к анатомии. Созревшее ощущение предательства влечет за собой иногда большое разочарование и апатию к персоне на уровне чувств, ну а с ними прилагаемых действий. Значит, ну и далее нет такого понятия, как государственный предатель, ибо государство нет чувства, но есть договора, поэтому в этом случае действительно нарушитель, какой бы урон правительство правительственной линии не нанес. Поэтому государственный преступник или предатель это уже пропаганда, злоупотребляющая наивностью граждан. Отсюда и певчих в своих поисках предательства попросту пропагандистка со своими корыстными интересами, а никак не журналистка, мечущаяся в поисках истины пропагандиста в одном ряду с Путиным в этом принципиальном вопросе. Уважаемый коллега, мне не очень близко вот это, ну, во-первых, само изложение вашей мысли мне кажется не очень адекватным, но самое главное другое. Безусловно, есть предательство, это нарушение договора, это когда предатель является человеком, который нарушил, например, присягу. Вот он считается предателем. Мы вот с вами в той дискуссии, в том разговоре, где я разбирал понятие предательства, я говорил о том, что предатель в общем таком смысле это может быть человек, который предает, не предает, а меняет свои взгляды, то есть фактически предатель это человек, который сознательно переходит из одной социальной группы с одними ценностями в другую, с другими ценностями. И в этом смысле предателями можно называть и там, я не знаю, меня, например, когда я значит действительно в условиях когда я был исключен из КПСС, то меня исключали как предателя. И когда Сахарова тоже я не ставлю знак равенства, но по факту по сути это было очень похожее действие, то есть и Андрей Дмитриевич Сахаров и многие другие люди, которые поддерживали советскую власть и работали на нее, они изменили свои взгляды под воздействием обстоятельств и перешли в другую социальную группу, с которой исповедуют другие ценности. И да, для той группы, которую покидают, мы были предателем. И Солженицына называли литературным власовцем, и Сахарова клеймили как предателя, и меня когда исключали из КПСС, тоже так сказать, ну так особо не ругали, но тем не менее говорили о том, что вот значит как же так ты предал те идеалы, которые поддерживал, когда вступал. Вот. Но это вот один тип. Это в известной степени действительно предательство. В этом смысле я готов разделить точку зрения, что предатели это те люди, которые движут человеческий прогресс. в известной степени это так. Любое изменение своей позиции, в том числе научных взглядов, мировоззренческих взглядов, политических взглядов, может быть той группой, от которой ты уходишь, может быть рассмотрено как предательство. Вот. Что касается значит тех примеров, которые вы приводите, это то, что какая-то группа непонятно по каким причинам, я не знаю кого мог предавать президент Украины Владимир Зеленский. Предавать ожидания какие-то чувства, которые к нему испытывали какие-то люди, а вот он оказался не на стороне Израиля в данном случае, а на стороне Украины. Так он не присягал Израилю никогда. Это уже вопрос личной биографии людей, которые воспринимали Владимира Зеленского как исключительно патриота Израиля. Нет. Он президент Украины. И в данном случае никого он не предавал. Поэтому люди, которые считают Зеленского предателем еврейского народа или еврейского государства, они просто не понимают сути того, что из себя представляет президент Украины Владимир Александрович Зеленский, который присягал Украине, но не присягал Израилю. Точка. Примерно здесь же точно такая же ошибка и у Марии Певчих, которая называет предателя людей, которые ей не присягали. И тут по-разному. Тут более сложный вопрос, но тем не менее в основном тут тоже есть такая ошибка. Никто не присягал ей персонально строить прекрасную Россию будущего. Они строили ту страну, которую считали нужным. Да, у них много не получилось, но в данном случае бессмысленно говорить о предательстве. то есть вот если так сказать ну по возможности все-таки не очень длинно, то так. так. Субтитры создавал DimaTorzok